МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости телекомпании САМПА. В студии Максим Алиев и сейчас коротко о некоторых темах этого выпуска. Лыжники дождались снега. На Кургане прошли первые в этом сезоне общереспубликанские гонки. По 3-5 человек будет запускаться на лед, для того чтобы они искупались и вернулись обратно. Купание под контролем. Крещение в Петрозаводске состоится, но под наблюдением спасателей и днем. С таким тарифом, как в 15 рублей, на самом деле у нас денег будет только выручки, и хватает это, чтобы оплатить все налоги, которые мы ежемесячно закрываем, выплатить зарплату работникам. С болью в сердце и дырой в кармане. Почему маршрутки снизили цены сразу на 5 рублей? Проезд во всех маршрутных такси Петрозаводска теперь составляет 15 рублей вместо 20. Как долго будет действовать такая непривычно низкая цена, не знает пока никто. Ни руководители транспортных компаний, ни руководство городом. Хотя первые таким поворотом событий недовольны и называют снижение цены вынужденной мерой. А вчерашний пикет своих водителей – провокацией. Почему, расскажет Александр Батов. Транспортная неразбериха, касающаяся всего населения Петрозаводска, сегодня получила неожиданное продолжение. В отличие от вчерашнего дня, все маршрутные такси вышли на линии без опозданий и в полном составе, но по другой цене. Теперь городские маршрутки стоят 15 рублей. По словам руководителя одной из петрозаводских частных транспортных компаний, так хозяева маршрутных линий отреагировали на вчерашний громкий митинг водителей. Это сделано только для того, чтобы как-то вернуть и увеличить пассажиропоток в общественном транспорте, частных перевозок. Так как водители очень сильно жалуют, что упала выручка, но я сам это видел. А когда падают выручки, естественно, я не могу индексировать зарплаты работникам, увеличивать, а люди все-таки... Время идет, и цены везде увеличиваются. В итоге ежедневные планы водителям снизили, заработную плату сохранили. Сам митинг водителей и хозяева маршруток считают ничем иным, как провокацией и почти уверены, что водители маршруток на такой шаг спровоцировали некие лица со стороны. А вот с какой стороны, вроде как им понятно, но вот назвать имена под запись телекамеры Виталий Вайганов не решился. Одновременно на вчерашней планерке и на сегодняшнем совещании в мэрии Галина Ширшина сообщила, что намерена контракт с частными транспортными компаниями, ответственными за вчерашний коллапс, разорвать. Цитата с официального сайта мэрии. Нет гарантии, что организации, которые накануне лишили горожан автобусного сообщения, снова не станут причиной транспортного кризиса. Конец цитаты. Опрошенный нами руководитель одной из таких компаний пока не в курсе. Никакого уведомления я не получал. И насколько наш юридический отдел изучил условия контракта, ни одного пункта, на основании которого с нами можно было бы расторгнуть договор, нет. Тем временем уже среагировала городская прокуратура. Надзорный орган требует виновников транспортного коллапса найти и дисциплинарно наказать. Ну а пока идут разбирательства, проезд в троллейбусе стоит 10, а в маршрутке 15 рублей. И сказать, как долго продлится такое счастье для простого пассажира, не берется никто. Пока не могу прокомментировать никак по срокам. Выпускники 2015 года наряду с ЕГЭ будут писать сочинения по русскому языку и литературе. Оценка за него будет учитываться при поступлении в ВУЗы. Включить письменную работу в перечень итоговых испытаний поручил президент страны Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию. Для чего необходима данная мера? Наша съемочная группа поинтересовалась у заместителя министра образования и науки Вениамина Каганова, посетившего на днях Петрозаводск. От ставшего привычным многим ЕГЭ никто отказываться не собирается. Единый госэкзамен остается, так как, по словам Вениамина Каганова, такая форма аттестации обеспечивает равный доступ для талантливых детей из глубинки к лучшему образованию. Но, как и в любой системе, в ЕГЭ тоже есть свои минусы, нейтрализовать которые и призвано сочинение. Если юноша или девушка умеют излагать свои мысли, умеют мыслить, и они доказывают это в сочинении, честно написанном в определенное время, в определенном месте, это именно их работа, то это не может появиться вот за пять минут до экзамена. Это значит, ребенок должен учиться все это время. И вот сочинение, оно отчасти, может быть, не полностью, компенсирует вот те минусы, которые есть у ЕГЭ, когда можно, ну, как бы, поднатаскаться на какие-то темы, не зная, может быть, что-то глубоко. Эксперты по-разному относятся к перспективе возвращения сочинения. Одни говорят о том, что при зачислении в любой ВУЗ приоритет будет у тех, кто лучше умеет писать тексты, даже если это технический ВУЗ. Другие боятся к возврату прежней схемы, когда письменная работа была не индивидуальным высказыванием, а переписыванием шаблонов из сборника «100 лучших сочинений». На эти и другие вопросы предстоит ответить профессиональному сообществу словесников. Концепция новой формы аттестации должна быть разработана Министерством образования России к 1 марта текущего года. Крещенские купания в Петрозаводске все-таки состоятся, пообещали сегодня в городской администрации. Это несмотря на не слишком крепкий лед. Сегодня его толщина около 5 сантиметров. К выходным она увеличится втрое, однако для массового выхода на лед этого недостаточно. Сейчас в мэрии продумывают различные способы организации купаний. Сегодня на предполагаемое место купаний выехали специалисты комитета ЖКХ и ГОИЧС. Традиционно это створ улицы Московская, территория клуба любителей зимнего плавания Виктория. Сами же купания в этом году пройдут немного иначе, чем обычно. Во-первых, чтобы обеспечить безопасность, местная администрация рассматривает возможность сооружения деревянных мостков, вплоть до прорубленной купели. Во-вторых, привычное всем ночное купание отменят. Мы не хотим устраивать это купание в ночное время суток, потому что безопасность мы обеспечить не сможем. А в дневное время суток мы попытаемся организовать здесь купание. Будет изготовлено сходнее купель. И будем группами небольшими запускать людей. По 3-5 человек будет запускаться на лед, для того, чтобы они искупались и вернулись обратно. И вот такими группами будем организовывать. Потому что даже сейчас мы подошли, у нас 5 человек было, и лед уже начал трещать. На тот случай, если кому-то станет плохо, во время проведения мероприятия будет дежурить машина скорой помощи. После погружения в воду горожане смогут погреться в теплых помещениях, выпить горячего чая. Точное время купания чиновники обещают назвать в ближайшее время. И сегодня мы спрашиваем у вас, примете ли вы участие в крещенском купании. Заходите на наш сайт сампо.тв и голосуйте. Результаты, как обычно, подведем завтра. Другим темам. Филармония – это еще одно учреждение культуры в Петрозаводске, которое стало доступно людям с ограниченными возможностями здоровья. Безбарьерную среду там помогли создать дизайнеры и архитекторы Петербургского фонда культуры про арты. Они же поработали в музее музыки в Шереметьевском дворце в Санкт-Петербурге и библиотеке Ауэра Аалта в Выборге. Эти три площади стали частью масштабного международного проекта «Слушая архитектуру, сочиняя пространство». В филармонии побывала Ольга Ременен. Филармония, как и театр, начинается с вешалки. Уже в гардеробе мы увидели табличку с QR-кодом. Если поднести к нему мобильник со специальной программой, то он сообщит, где вы находитесь в таком печатном виде. А в запрограммированных еще и озвучит надпись голосом. Проекты обустройства – это прежде всего система навигации. Таблички, написанные шрифтом Брайля, наклейки для слабовидящих, обозначающие основные помещения, тактильные карты. Например, план фойе из зала филармонии. В одноплане вот эти дорожки, они соответствуют тактильным линиям, которые лежат на полу. И просто такими простыми символами, значками обозначено, где что находится, где зал зрительный, где зона кафе, где туалеты. Специальными табличками обозначены и выходы. Это какой-то знак, это сигнал? Да, это просто такой стандартный сигнал, просто что дверь здесь, и что, ну, чтобы человек видел, что он открыт, стекло, да, и могут пройти дальше. Еще один важный элемент навигации – тактильные направляющие на полу, которые чувствуешь и ногами, и специальной палочкой для слабовидящих. На лестницах появились пандусы. Администрация филармонии попросила их предусмотреть для своих посетителей, которые не могут передвигаться самостоятельно. Пандусы откидные и подъемные. Когда нужды в них нет, они легко крепятся на стене. Помимо вспомогательного оборудования, в фойе теперь есть и вот такой образовательный объект – тактильный макет оркестра. Он позволяет узнать, как рассаживаются музыканты в оркестре, и не только это. Можно понять, как выглядят, собственно, сами инструменты. Вот здесь для примера мы дали масштаб человеческого роста, и вот сюда слабовидящий посетитель может, взяв это за основу, примерно соотнести, какого размера тот или иной инструмент. Все инструменты смоделированы из пластика и напечатаны на 3D-принтере. Когда макет будет полностью готов, с его помощью можно будет услышать и звучание этих инструментов. Мне кажется, это такой первый комплексный проект, масштабный, который действительно еще не решает всех проблем. Мне кажется, конечно, еще есть, что можно улучшить и что продолжать, но, по крайней мере, показывает, как над этим можно работать. Конечно, не хватает пандусов на центральной лестнице и на крыльце, да еще, наверное, много чего. И все-таки так музыка, как наиболее воспринимаемый незрячий вид искусства, становится доступной им и с точки зрения физической доступности самого объекта культуры. Театр «Адлиберум» готовит премьеру нового спектакля «Территория памяти». День премьерного показа, 27 января, выбран не случайно. Это день памяти жертв Холокоста. Спектакль напоминает о трагическом эпизоде мировой истории. И первыми зрителями его станут те, кто на себе испытал все ужасы Холокоста, жители блокадного Ленинграда, а также ветераны и участники боевых действий. О том, почему театр обратился к этой теме, узнала Алена Сянти. Я знаю вашу историю. Миллион раз ее слышала. И как она из рва выползла, в котором евреев расстреливали. И как-то ее на дороге подобрала. В спектакле «Территория памяти» по одноактным пьесам «Суэта» и «Котляр» не будет колючей проволоки сторожевых вышек и боевых действий, потому что герои живут в мирное время. Их всех объединяет память о прошедшей войне, во время которой проводилось массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп. Организованную на государственном уровне операцию по преследованию и уничтожению людей называют Холокостом. Само слово греческого происхождения, оно означает «всесожжение». Во время Второй мировой войны было уничтожено 6 миллионов евреев. Сейчас идут такие рассуждения, что якобы этого не было, что это все придумали евреи. А мы люди, в общем-то, российские, мы пережили войну, мы знаем, что это такое, что это не беспочвенно. Спектакль задумали известные карельские актеры Валерий Израильсон и Николай Королев. Они долго работали над ним вдвоем, а потом предложили его театру от Либерум. И театр, получив в ноябре грант от Министерства культуры Карелии, взялся за эту работу. Тема животрепещущая, тема, я думаю, больная для не только поколения более взрослого, но и для поколения современного. Люди должны это знать, как это было, почему это было, и каким катастрофическим последствиям в жизни, в душах людей, в судьбах это привело. Тема уничтожения народа тесно переплетается с другой, которая, наверное, объясняет то, почему в книге мировой истории так много трагичных страниц. Ты можешь быть против, и ты можешь поломать вообще эту систему, но ты не хочешь ее поломать, потому что ты привык быть винтиком. И вот остаться этим винтиком или не остаться, это тоже очень важно в этой пьесе. Премьерный показ состоится 27 января для приглашенных, прежде всего для инвалидов и ветеранов войны. А широкая публика увидит спектакль 1 и 2 февраля. А сейчас о других новостях в республике. Ушел из жизни Анатолий Ганжиков. Почетный гражданин Петрозаводска, заслуженный учитель России, и первый директор Державенского лицея. Он возглавлял его в течение 14 лет и за это время сумел создать одну из лучших школ столицы Карелии. Прощание с Анатолием Федоровичем состоится в четверг, 16 января, с 11 до 12 часов в траурном зале на улице Вольная. Один человек погиб в ДТП, которое произошло накануне на трассе Кола, недалеко от поворота на Гирвас. Водитель Киа Рио не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Нивой Шевроле. После чего с Нивой столкнулся Рено Логан, двигавшийся в попутном с Нивой направлении. В результате водитель Киа от полученных травм скончался на месте. Также пострадали водители пассажир Нивы и пассажир Рено. Минздрав Карелии опроверг сообщение ряда изданий о закрытии скорой помощи в поселке Челна. По словам заведующей амбулатории поселка Галины Луговской, неотложная помощь жителям поселка оказывается, как и прежде, круглосуточно. А штат врачебной амбулатории укреплен дополнительно тремя должностями фельдшеров и двумя должностями водителей. Редкое природное явление наблюдал житель Финляндии, передает служба новостей Юлия. Озеро Суалиярви покрылось своеобразной ледяной лапшой. Подплыв на лодке к странным новообразованиям, очевидец смог зачерпнуть их рукой и слепить снежок. Специалисты признались, что столкнулись с подобным явлением впервые. Сам же очевидец считает, что снег, выпавший на озеро под воздействием воды и ветра, получил такую необычную форму. Первые статусные лыжные гонки этой зимы прошли в Петрозаводске на трассе спортивного комплекса «Курган». Определились первые участники сборной команды «Карелии», которые будут защищать честь республики уже на соревнованиях северо-запада в Архангельске. О первых итогах юношеского первенства «Карелии», участие в котором приняли 85 лыжников из 9 районов, расскажет Максим Смирнов. В этом году сильнейшим нашим спортсменам пришлось тренироваться в местечке Лососина и выезжать в Мурманскую область. Лучшие гонщики уже успели выступить на соревнованиях в Сыктывкаре и Кировской области. Сейчас проходит первенство «Карелии» среди юношей и девушек 96-98 годов. Дистанции, соответственно, 10,5 километров. Сегодня старты свободным стилем. Одна из сильнейших лыжниц своей возрастной группы Елена Усеева из Кондопоги рассказала, что тренироваться в этом сезоне было сложно. Опять же, из-за отсутствия снега катались чуть ли не по траве, но за победу бороться будет до конца. Нормально чувствую, бодро. Сейчас посмотрим, что будет. Что думаешь о соперниках? Соперники есть всегда. Не знаю. Бороться будем. Трасса «Курган» коварная. Крутые спуски и подъемы. Еле не эти 5-километровые гонки дались нелегко. Эти гонки – подготовка к марафонским дистанциям, к юношескому первенству в Архангельске, которое состоится в конце января. По итогам сегодняшнего забега определятся 10 спортсменов. Они и будут представлять Карелию. Среди девушек лучший результат сегодня показала Ксения Абрамова из Толвы. 5 километров за 15 минут 16 секунд. И победа была неожиданной. Этот сезон был очень сложный из-за отсутствия снега в декабре. Поэтому я не ожидала, что займу. Первое место? Первое место. У юноши лучший результат показал Дмитрий Драчев из Петрозаводска. 10 километров за 26 минут 42 секунды. Завтра соревнования продолжатся классическим стилем. В гонках на 10 и 15 километров. Впервые за последние годы Петрозаводск примет два первенства Северо-Западного федерального округа по биатлону. С 14 по 20 января и с 4 по 10 февраля биатлонная арена спортивного комплекса «Курган» станет центром соревнований. Уже 15 января в 17 часов состоится торжественное открытие первенства в кинотеатре «Премьер», где в режиме онлайн-трансляции из Италии можно увидеть соревнования Кубка мира по биатлону. Вход на открытие бесплатный. Также на 16 января намечены и первые старты. Индивидуальная гонка на 12,5 и 10 километров среди девушек и юношей. 18 января спринт, а 19 смешанная эстафета. В самых интересных местах будут установлены видеокамеры. Так что за зрелищными соревнованиями можно будет следить в интернете на сайте мойгород.сампо.ру. Первенство – это испытание не только для 120 спортсменов, представителей Санкт-Петербурга, Мурманской, Вологодской, Ленинградской областей и Республики Коми. Лучшие из них поедут на первенство России. Это испытание и для Федерации биатлона Карелии, и для спорткомплекса «Курган». От этого зависит, как дальше мы будем развиваться, какие соревнования нам будут доверены в будущем, и что нам ещё необходимо сделать, что усовершенствовать, чтобы реализовать программу развития биатлона в Республике Карелия. Специалисты Союза биатлонистов России достаточно высоко оценили трассу и возможности лыжно-биатлонного комплекса «Курган». Прекрасные трассы на сегодняшний день сделаны, в двойном варианте. Хорошее стрельбище. Есть расстояние, где зона ветров и роза ветров соблюдена. Там, где пуля летит, мишень, вы понимаете, там самое главное удержать эту пулю. А там всё присутствует здесь, в Карелии. Для того, чтобы проводить международные соревнования, количество установок на стрельбище планируется увеличить в будущем до 30. Сейчас их 26. На дооборудование стрельбища, усовершенствование стартовой поляны, строительство мест для зрителей будет потрачено около 40 миллионов рублей. Так что здесь можно будет организовать полноценный тренировочный процесс и состязание российского и международного уровня. На этом наш выпуск завершён. Смотрите наши новости также на сайте сампо.тв. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова